Моё почтение, друзья! С вами Фантаст, и мы продолжаем вспоминать культовые и просто хорошие игры, вышедшие в начале нулевых. За последние годы в игровой и киноиндустрии, а также на телевидении, стал довольно актуален скандинавский сеттинг и всё, что связано с викингами. Широкую популярность получил канадско-ирландский сериал «Викинги». Одними из самых любимых персонажей киновселенной Марвел среди зрителей стали Тор и Локи. Последняя часть серии God of War была посвящена путешествиям Кратоса в холодные нордические земли. В конце концов, как можно забыть отечественный шедевр в лице полнометражного фильма «Викинг»? В связи с этим мне хотелось вспомнить, поиграть и, само собой, рассказать вам о какой-нибудь забытой классике, соответствующем сеттинге с элементами скандинавской мифологии. Одна из таких игр мне сразу же пришла на ум. Это изначальный эксклюзив на персональные компьютеры, экшен-слэшер от третьего лица, Рун. Во-первых, игра была разработана небольшой американской компанией Human Head Studios, которая образовалась в 1997 году бывшими сотрудниками Raven Software. Первоначально штат студии насчитывал буквально 6-7 человек, что, однако, не помешало им уже в ноябре 2000 года выпустить свой первый крупный проект – пресловутую Руну. В будущем компания получит гораздо более широкую известность благодаря шутеру Prey. Я имею в виду оригинальную игру образца 2006 года, весьма годный шутер в научно-фантастическом космическом сеттинге. Во-вторых, Рун – одна из немногих официально вышедших и полностью локализованных игр в России в начале 2000-х. Уже в феврале 2001 года игрушка попала на отечественные прилавки под названием Руна с дубляжом от компании Бука. Также была выпущена версия игры с подзаголовком Viking Warlord для консоли PlayStation 2. А в 2012 году Руна заглянула в Steam, где до сих пор существует и вроде даже как официально поддерживается разработчиками. О какой мифической поддержке идет речь, немного далее поясню и даже поделюсь своим негодованием. RUN Classic – именно такое название получило Steam-версии игры. По ней же и будет сегодняшний ностальгический ролик. Повествование берет свое начало в небольшой деревушке, где главному герою, воину Рагнару, местный старейшина рассказывает о важности рунных камней, стоящих в центре поселения. По легенде, они надежно удерживают злого бога Локи, который заточен глубоко под землей. Вкратце, эти камни представляют собой крайне высокую значимость для мира и спокойствия во всех девяти мирах, и их необходимо защищать. Далее начинается непосредственно геймплей. Игроку позволено шататься по деревне, послушать некоторых персонажей, поесть чудо-фруктов, растущих прямо на скалах, а также ёбать медовухи по наставлению бать. Но сколько бы Рагнар под управлением игрока не слонялся среди домов, он не сможет избежать получения пиздёй от самого сильного воина деревни, а по совместительству своего наставника. Перед тем, как парень станет настоящим воином и отправится в морской поход со своими братьями по оружию, ему нужно доказать свою готовность. Именно поэтому придется взять одно из орудий убийства, меч-топор или булаву, повесить на руку щит, закусить медовуху ящерицы и отправиться на поединок. И да, рептилии будут составлять основной рацион питания Рагнара в дальнейшем. Несмотря на то, что в игре есть ещё несколько способов пополнять шкалу здоровья, главной хилкой для молодого викинга будет всё же свежая ящерка с какой-нибудь Одином забытой стены в царстве мёртвых. В общем, Бэр Гриллс одобряет. Ловко победив мастера, Рагнар вынужден сразу же отправляться в первое боевое плавание. Как оказалось, на соседнее поселение напали предатели Конрак и Сигурд, не путать с Сигвардом из одной известной франшизы. Морская битва заканчивается так и не начавшись. Конрак при помощи тёмной магии уничтожает корабль доблестных викингов с помощью шквала таинственных текстур, отдалённо напоминающих молнии. И абсолютно все воины, в том числе и Рагнар, отправляются кормить рыб на дно морское. Но, увидев такую несправедливость, а также что впоследствии окажется, разглядев в юном войне потенциал, сам верховный бог скандинавского пантеона Один возвращает к жизни Рагнара. Он же настоятельно рекомендует викингу отомстить за отца и своих братьев, ну и между делом остановить по возможности надвигающийся Рагнарёк. И так как пути на поверхность уже нет, Рагнару приходится спускаться всё ниже и ниже, и в конце концов он попадает в царство Хель, откуда ему предстоит выбраться под чутким руководством одноглазого покровителя. Сюжет игры довольно предсказуем и прямолинеен, что, однако, не делало его минусом, а даже наоборот, свокупе с необычным сеттингом создавало атмосферу опасного приключения. Также наличие простой, понятной истории выгодно отличало руну от очевидного конкурента в жанре, обожаемого мною пародистого, как бы странно это ни звучало, ПК слэшера Severance Blade of Darkness. Забегая вперёд, скажу, что сюжетная составляющая и адекватное повествование с участием каноничных персонажей, пожалуй, единственная, чем могла похвастаться Рун перед старым добрым Рубиловым от испанцев из Ребелакт. Обзор есть на канале, ссылка в правом верхнем углу. Прорываясь через мир мёртвых древних городовикингов и дварфов, герой должен разрушить великие планы Локи и его приспешников по получению тотального контроля над всеми девяти мирами. Но прежде всего Рагнарам движет долг личной мести за смерть сородичей. Несмотря на абсолютную линейность основной истории, в игре есть довольно мощный сюжетный поворот. Для тех, кто не играл и планирует, просьба перемотать на секунд 15-20 вперёд. Чтобы выжить и победить главного злодея Конрака, Рагнару придётся почти в самом финале искупаться в магической крови Локи, став тем самым одним из монстров армии тьмы, против которой главный герой поклялся сражаться до конца своей жизни. Однако это не заставляло игрока отказываться от всех добрых намерений Рагнара. Концовки две, так что выбор, тем не менее, присутствует, несмотря на неминуемую серьёзную физическую и моральную трансформацию персонажа. Во всём этом мнимом фабульном великолепии присутствует одна очень заметная и крайне раздражающая деталь, которая добавляет жирный минус в воображаемую копилку достоинств руны. Это полная безликость главного героя. Основная проблема Рагнара заключается в том, что он не произносит ни одного слова на протяжении всей игры, а также, за исключением нескольких моментов, не способен наглядно выражать свои эмоции для игрока. Я считаю это очень большим упущением со стороны разработчиков. Конечно, всё это можно было бы назвать референсом в сторону великой и ужасной Half-Life, вышедшей двумя годами ранее, однако в истории о становлении осиротевшего воина, которому выпала нелёгкая судьба восстановить гармонию в царстве людей, настолько размывать личность протагониста большая ошибка. Я бы не стал так сильно возмущаться на этот счёт, если бы игра не обладала настолько притягательным сеттингом, довольно интересной повествовательной частью, добротной атмосферой и весьма неплохими катсценами, в которых ребята из Human Head постарались выжать максимум из имеющихся на тот момент у них технологий, в силу умения и возможностей, конечно. Ну а графической части позже, а сейчас о самом главном аспекте – о геймплее. Боёвка рун представляет из себя бестаргетную систему, в которой основной упор делается на движениях во время нанесения ударов, а не на жёстком комбинировании. Эта принципиальная разница между руной и Blade of Darkness явно играет не в пользу слэшера о викингах. Рагнар не умеет связывать удары в комбинации, выписывая зрелищные пируэты своим оружием, поэтому часто битва с любым противником превращается в тайминговое закликивание двумя-тремя доступными в рамках игрового фехтования движениями. Да, безусловно, тот факт, что различное оружие обладает различным набором движений, вносит некоторое разнообразие в процесс уничтожения противников, однако всего этого маловато для геймплейного наполнения слэшерной части игры. Похожая боёвка присутствует в Академии джедаев, обзор на которую имеется на канале, но там недостаток комбинаций с избытком компенсировался огромным количеством акробатических движений, жёстко связанных с фехтованием световым мечом. С другой стороны, всё же элемент просчёта моментов для нанесения удачного удара здесь присутствует, а учитывая, что противника не нужно брать в цель, игра позволяет быть более подвижным, а в львиной доле ситуации даже не вступать в бой, а просто пробежать ту или иную часть локаций без лишних потерь. А терять здесь есть что. Помимо стандартной шкалы жизни, игрок наблюдал на экране также шкалу прочности щита и количество доступной рунной энергии, необходимой для активации специального навыка, закреплённого за каждым отдельно взятым орудием смертоубийства. Ну и по центру шкала ярости Рагнара. Весьма полезная в разгар нелёгкого сражения штука. Герою доступно три основных вида вооружения. Мечи, топоры и дробящее оружие, булавы и молоты. Каждый из них может быть одноручного или двуручного типа, предоставляя Рагнару выбор. Использовать лёгкое быстрое оружие, при этом защищаясь от вражеских атак щитом, или же орудовать здоровенным девайсом, получая в обмен на крайне сомнительную оборону щитами гораздо более мощный урон с руки. К слову о щитах. Несмотря на разнообразие защитного вооружения, профита от него нет от слова совсем. Мало того, что щит довольно быстро ломается, так ещё и не оказывает никакого ошеломляющего эффекта на врага, полезного, например, для быстрого нанесения безопасного для Рагнара контрудара. Щит часто даже не прерывает серию атак врага, так что в вопросе эффективности почти всегда побеждал двурук. У каждого оружия есть свой уникальный рунический навык, который можно активировать при достаточном количестве рунной энергии. Например, это может быть вампирическая атака, излечивающая героя, огненный атрибут, дополнительно к повышенному урону поджигающий врага, создание магического щита в свободной руке и многие другие. Пополнять руническую шкалу можно с помощью разбросанных по уровням рунных камней. Плюс ко всему, Рагнар может накапливать в битве полоску ярости и становиться на некоторое время настоящим берсерком, игнорирующим любые повреждения своего тела. Мгновенно войти в раж позволяет соответствующий довольно редкий магический камешек. Здоровье Иману можно прокачать специальными бустерами, надежно спрятанными в различных уголках локаций. Поднятие такого вот рунного камня навсегда увеличит максимальный запас жизни или рунной энергии. Рагнар может метать различные предметы, а также свое собственное оружие. Причем движок позволяет вонзать острые предметы в тела врагов или древесину. От камня или, скажем, металла, тот же самый выпущенный из рук меч просто отскочит. Еще по ходу игры Рагнар будет изредка менять свою одежду и броню. Мелочь, а приятно. Расчлененка, важный атрибут любого слэшера в руне присутствует, но, к сожалению, выдающимися физическими свойствами, как все в том же Blade of Darkness, не обладает. Да, можно рубить конечности врага, в том числе и голову, даже метать их куда душе угодно. Но по сравнению со слэшером от Rebel Act, физическая модель поведения конечностей выглядит и ощущается гораздо слабее. Другими словами, садисты полностью удовлетворить свои потребности, я надеюсь, что только сугубо внутриигровые. А в симуляторах скандинавского борца за справедливость в условиях Рагнарока не сумеют. Еще одна большая проблема игры – слабые в плане геймдизайна локации. Меня лично всегда в руне напрягало, что подавляющее большинство уровней представляют собой душные и узкие подземелья. Даже в условиях замка или города, геометрия уровня заставляет в очередной раз спускаться куда-то под землю. В игре рун бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как ведет себя скелет после потери своей костяной головы. А ну и еще на то, как герой разваливается на части после падения с большой высоты, будто бы его собирали на местной фабрике по производству полумеханизированных гномов. Это прям киберпанк, который заслужили викинги. Немаловажным элементом игрового процесса является платформинг. Он тут сделан приятно. Рагнар может прыгать, приседать, карабкаться по цепям и лианам, а также автоматически цепляться за выступы. Есть возможность плавать и нырять. Многие из этих механик реально нужно было применять на практике в поисках нужного пути или секретных помещений. В плане левел-дизайна игра не удивляла, а в лучших традициях тогдашнего построения уровней иногда даже раздражала. Порой обилие рычагов и переключателей вводило в заблуждение, и приходилось петлять по локациям в надежде найти заветный проход дальше. Игра запомнилась как довольно непростой экшен. На высокой сложности приходилось играть осторожно и с умом использовать все игровые механики. Благо в старых ПК-играх была такая приятная деталь, как быстрое сохранение и быстрая загрузка. Прямо-таки бальзам на душу, тем более в такой довольно хардкорной игре. Ну и на среднем уровне враги доставляют много проблем, а учитывая не всегда правильно работающую боевку, видеть смерть Рагнара приходилось вдвойне чаще. Графика, пожалуй, не самая сильная сторона руны. Разработчики попытались сделать красивую игру на довольно мощном движке Unreal Engine первого поколения, но графическое исполнение даже на момент релиза назвать похвальным не получается при всем желании. Тем более после выхода в 2001 году все той же Blade of Darkness, которая обладала более продвинутым собственным движком. Рун в сравнении стал восприниматься еще более устаревшей в плане графики игрой. Музыка неплохая, но достаточно простовата для истории о войне Одина. Оцените сами. В целом, для первого проекта небольшой новоиспеченной студии, рун получилась как минимум хорошей запоминающейся игрой. Добротный проект, который остался в памяти многих игроков, прежде всего интересной историей и неплохой, но все же не идеальной боевой системой. Признаться честно, для меня руна всегда была и остается несколько второстепенной игрой на фоне Blade of Darkness, но все равно эти два чистокровных, сугубо компьютерных экшен-слэшера подарили мне в свое время много хороших впечатлений. Также, в будущем хотелось бы повспоминать другую неплохую игру в схожем жанре. Энклейв. В данный момент, как я уже и говорил, Рун Классик официально можно приобрести в сервисе Steam за 249 рублей, или купить ключик по гораздо более выгодной цене на одном из сторонних ресурсов. Другой вопрос, что игра, насколько я могу судить, на данный момент брошена на произвол судьбы разработчиками. Снимая футажи для видео, я столкнулся с тем, что игра на Windows 10 слишком темная, из-за чего прохождение и уж тем более захват экрана вызывают некоторые, прямо скажем, дискомфорт. И да, ползунок яркости в игре не работает от слова совсем. Официальный представитель компании-разработчика в обсуждениях Steam обещал исправить ситуацию в течение нескольких недель. Огорчает только, что эти пара недель длятся уже около года. Так что приобретать игру на современной версии операционных систем, учитывая отношение разрабов к пользователям, дело каждого конкретного игрока. Ах да, забыл еще упомянуть мультиплеер, который, я уверен, был довольно мощной составляющей руны. Но сейчас стартануть игровую сессию уже вряд ли получится. Знающие люди, поправьте меня в комментариях, если я не прав. Буду рад ошибаться. В 2017 году Human Head Studios анонсировали продолжение оригинальной игры. Неужто на волне хайпа со всей этой скандинавской тематикой, подумал я? Поживем, увидим, как говорится. Работа над свежим проектом идет полным ходом, но пока все это не тянет на современный ААА проект. Масло в огонь подливает и имеющий далеко идущие планы релиз. Рун появится в раннем доступе на правой площадке Габена, якобы в первом квартале 2019. По первым впечатлениям и официальной информации понятно, что расчлененка останется фишкой серии, но геймплей игры уже будет разбавлен РПГ элементами. Подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх, если видео понравилось. На все комментарии оперативно отвечаю и беру на прицел старые и горы, по которым в будущем можно сделать видеосюжет. А с вами был Фантаст, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok